Эта встреча с общественностью и представителями СМИ была разделена на два блока – теоретический и практический – от общих цифр, статистических данных к примерам реально функционирующих производств. Сегодня разговор идет о том, что на заводе под Брестом будет происходить только производство стартерных аккумуляторов, но не переплавка устройств, бывших в употреблении, а максимальный выброс свинца в атмосферу не превысит 17 кг в год. Мы оценили процесс распространения свинца в атмосфере в различных метеорологических условиях, суточные данные, месячные, часовые данные и пришли к выводу, что при функционировании предприятия в соответствии с технологическим регламентом, при строгом соблюдении проектной эффективности работы очистных сооружений, очистке отходящих газопылевых потоков, функционирование предприятия не должно привести к существенному превышению концентрации свинца в приземном воздухе и в почвах. В качестве аргумента приводятся данные с площадок производства аккумуляторов США, Австрии, Германии и Италии. Белорусские показатели по требованиям к безопасности подобных производств выше мировых в разы. Ученые администрации завода уверяют, что и эти нормы будут соблюдены. А грехи и просчеты, если они есть, покажут процесс пусконаладочных работ, который идет в эти дни. Каждое испытание проводится под наблюдением специалистов. Проходят дополнительные измерения. В течение двух-трех недель мы будем настраивать наше оборудование и далее перейдем к следующему этапу. Будем приглашать представителей Центра аналитического контроля для выполнения измерений. Было дополнительно установлено газоочистное оборудование, были установлены пара, отводчики и установка конденсирования пара. И также передвижные механические фильтры для очистки и локализации выбросов от участка производства ленты. По ходу экскурсии люди могли задавать интересующие вопросы, общаться с экспертами и учеными. Представители общественности своими глазами увидели, как в реальности выглядит представленное на предприятии оборудование. Узнали о его эффективности и безопасности. Процесс пусконаладки достаточно кропотливый, на него будет затрачено немало сил и времени. Однако это необходимо для того, чтобы подтвердить либо опровергнуть реальность представленных учеными и инженерами подсчетов. Если мы подтвердим все источники, мы выйдем на процесс приемки и ввода в эксплуатацию предприятия. Работа приемочной комиссии планируется начать с конца декабря по конец января. Поэтому в планах предварительно у нас на конец января ввод предприятия в эксплуатации после подтверждения всех источников. Безусловно, необходим мониторинг, регулярный мониторинг и состава, и объемов выбросов предприятия, и обращение с отходами. И программа такого мониторинга разработана Полесским аграрно-экологическим институтом и будет, безусловно, реализована и будет осуществляться. Далее полученные данные будут проанализированы и только после принято решение по вводу и эксплуатации предприятия. Что из этого выйдет, покажет время.